Всем привет, ребята! Едем на авторынок, зеленый угол, по Владивостоку. Вот по центру пробок особых таких пока не вижу. Вроде говорят, на какой-то речке там пробки какие-то бывают. Тут речки первая, вторая речка, черная речка. В общем, с водоемом и все тут нормально. А, ребят, а тут я встретился с моим тезкой Роман, коренной житель Владивостока. Да, я тут смотрю, холодно так, в минус 15, как в минус 40. Да, вообще в Владивосток как бы завозить машины стали где-то года с 88-го. Ну, как вот я помню, основная масса пошла машин, где-то 88-й. А еще и СССР был? Это да, еще и СССР был. Сам рынок, зеленый угол, он основался где-то вот что-то начало 90-х годов. Были площадки тут вдоль Нейбута, а потом постепенно-постепенно он стал разрастаться. Нейбута, это вот улица пошла, да? Да, 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 это вот эта вот улица. Вот въезд у нас на зеленой. Это въезд, вот это вот центральные ворота. Ну, как бы вначале возили моряки, а потом все это у нас такая льгота была раньше. 03 EQ, 5 EQ-шные. Это моряки, которые ходили под флагом, образно говоря, которые в загранрейсе. Они зарабатывали вот полгода, если он в загранрейсе человек, у него шла льгота на машину. То есть там... На таможню? Да, на таможню. Там какие-то копейки стоило. Опять же, сейчас не скажу, потому что это давно было. Но стоило это копейки. А ты занимаешься машинами? Нет, я не занимаюсь. Я думал, здесь все занимаются. Нет, нет, нет. А оно что, не заведенное у тебя? Оно заведенное, это гибрид. А, это гибрид. Я смотрю, тепло идет, а не слышно. Нет, это гибрид еще и 4WD. О, Honda Fit, да? Да, Honda Fit. Это топчик. База, как это, везл. Ну, почти как везл. То есть у него полторашечный двигатель. Полторашка, полный привод, это вообще топ. Да. О, сейчас завелась, да? Сейчас завелась. С Романом хотим сейчас сходить на зеленку. Где-то может чаю попить, погреться там. Потому что долго, я говорю, сейчас постоял 20 минут, все, про дорогу и все. Очень холодно. У нас очень холодно. У нас ветра дикие. У нас температура вот сейчас... Машина показывает, минус 13, минус 14. Но ветер дует, наверное, метров 20 в секунду. И у нас ветер такой сырой. Ледяной. Да, ледяной. Он до костей прям пронизывает. Поэтому народ, кто зимой приезжает, одевайтесь потеплее. Вот. Рассчитывайте, как вот Рома сказал, минус 40 где-то вот на такую температуру. Если будете у нас, ну, по стоянкам ходить. Да, это вообще жесть. Надо прямо это... В легких кроссовочках тут не прокатит вообще. А так всем как бы подписывайтесь на канал Романа. Ха-ха-ха. О, да-да, ставьте колокольчик, все дела. Очень интересные путешествия. Мне нравятся перегоны. Даже не сколько покупка машины, а вот именно перегон. Вот это вот состояние души, так сказать. Да, перегон. Зимний перегон я для себя открыл по-новому. Экстремально низкие температуры. Конечно, я в таких еще не катался. Хотя много где катался. Ну, я только вот четвертую машину взял. Еще кучу моделей не попробовал. Еще Хонду Фрид хочу. Потом вот может Фита когда-нибудь взять. У меня, да, конечно, есть интерес. Мне сейчас интересно вот посмотреть именно те модели, которые, ну, вот Филдера я купил. Так, такую же, допустим. Сколько здесь такие стоят? Главное, солнце еще светит, да, так обманчиво. Знаешь, мы когда на поезде подъезжали, везде пасмурно было. Вот буквально от Владика 100 километров осталось, солнечно стало. Вообще просто, ну, знаешь, как на юга, знаешь, на какие-то. А обманчиво, что это, ветер пронзающий такой. Вообще Владивосток, он считается, как по солнечным дням, их очень много тут в году, кроме лета. Пойдем, это Филдер? Да. Или это, а, это Седан Аксего, да? Дом, а пойдем, ну, там больше машин. Че это? 4 ВД, там цены нету. Тут еще цена же не везде. Вот здесь я знаю место, вот здесь кейкаров много, сейчас что-то нету. Но вот человек занимается кейкарами здесь, у него постоянно куча. Ну да, тут, да, тут такая обширная. А у тебя здесь знакомых нет каких-то продавцов, чтобы показали, может, какое-то что-то? Нет, таких нет, раньше были, сейчас нет. Ну вот, 17-й год, Филдер, но цены тоже нету. А, вот, наверное, вот такие, такого плана здесь кейкары под человек возит. Вот 410 тысяч, 13-й год, Сузука. Кожаный руль, климат-контроль у нее, литые диски, ну, вот на летней резине она, Сузуки. Вот такие в этом месте, такие вот тачки постоянные стоят. Че, пойдем, наверное, так же по верху, а потом пониже спустимся. Вот, пожалуйста, январь месяц, где сугробы, где снег? Я не знаю, может, на рынок в Новосибирске доберусь, у нас, я уверен, там выгребают просто снег лопатами. Вот Виш, кстати, тоже популярные машины. 12-й год, цены там нету. Виш и еще этот, Хонда Фрид, тоже популярные. Ну, они как вот эти полторашки, большие, как он, Хонда Стэп Вагон, они тоже, мне кажется, немного едят-то. Хоть машина огромная. Ну, в принципе, да. Ну, тут это, тут экстрилы стоят на коже, рожи. Пока, о, вот он, Филдер. Полный привод, 16-й год, да, вот примерно, да, такого же. Но цены нету. Цены нету. Тоже на летней резине, вот на таких же колпаках. 890, да? Вот 890 тысяч на зеленке. Ну, машина, в принципе, один в один. Нифига, смотри, лицов сколько. Раз, два, три, четыре. Одинаковых, да? Что, на ветер? Нет, пойдем туда. Сразу, хоп, капюшончики пододели. Ну, тут, конечно, да, летом ходишь на чиле на расслабоне. Сейчас уже, это, долго, я думаю, мы не проходим здесь. Очень холодно. Вот такие приусы, необычный дизайн, да? Да. Вот сейчас я уже даже привык к нему, но изначально вообще как-то необычно было. А, ну, тут цены нигде, наверное, не пишут. 4WD, 16-й год, 1,8. Потом он на ту сходим, да, я думаю, достаточно будет, да, нам? Да, она вот как раз. О, вот такой инбокс, видел, я покупал? Да, да. Красавчик. Ну, блин, цены нету опять, к сожалению. А может только приехали они, он все исписанный, может только... 540. А, 540, 14-й год, да? Бывает маркером в самом низу. Ага. Колеса такие модные вообще. Ну, тоже с круиз-контролем. Кожаный руль, хорошая комплектация. Наверное, две электродвери здесь. Это, в принципе, не это, неплохое предложение. Если еще поторговаться, если еще и зимняя резина есть. По состоянию, вот все, болтики беленькие. Ну, там пробег, это, конечно, мы не знаем. Да, и пробег. Не, ну, можно узнать. А, ну, вот тут номер кузова, кому надо, вот, в принципе, кому интересна такая модель, вот именно эта машина. Вот можете номер кузова даже посмотреть на лобовике. А вот Хонда. Цена так, интересно, пишет маленькую сбоку, да? Да, это и раньше так писали. Вот прям, что, все крупно написано, а цена так маленькая, да? Одиннадцатый год, Хонда Зес 395. Пожалуйста. Тоже здесь своеобразное литье такое, хондовское, родное. Черный цвет. Ну, машина, конечно, уже года уже берут свое. Руль такой вогнутый в нее. Сплошная сидуха. Ну, тоже вот, типа, Инвагона, Хонда Спарк. А, я думал, это Зеста, а это Хонда Спарк. Ну, оно, мне кажется, одно и то же. То есть, что-то арочка поддули. Ну, ничего, поддули бывает, машина не новая. Я не кейкар, я по привычке кейкары смотрю. А вот, кстати, вот два конкурента стоит. Видишь, Ниссан Ноут, да, и Хонда Фит. Ты не рассматривал Ноут, когда покупал Фита своего? Я рассматриваю только вот выдовые. Они самые свежие, но они очень дорого стоят. Они тоже есть выдовые, да? Сравним. А, вот он, 875, 4 балла, 5 камер, LED фары. Только с таможни. 875, ну-ка, Афит. Афит 800, 835. 62 тысячи пробег, камеры слежения. Тоже только с таможни. Вот, пожалуйста, да? У них и цена практически одинаковая. Даже Фит, кстати, он не гибридный. Это обычный. Ну, я думал, на самом деле, что Хонда, она даже будет подороже. Потому что Хонда и Ниссан все-таки, сам понимаешь, да? Обе на колпаках. А ты свою за сколько покупал Фита своего? Я покупал его, так, 3 года назад за 750 тысяч. Ага. Ну, тогда это было дорого. В то время. Тогда это было примерно, как сейчас, наверное, за 900 купить. Офигеть. Приуша вот такого когда-нибудь хочу взять тоже. Вот интересная, блин, собака. Как он вообще? Че это за зверь такой, а? Такой у него и дизайн вообще необычный. Не как у всех машин. Так, вот это вот Хастлер тоже хотел я купить. Может, как-нибудь куплю. Но цены, кажется, нет. Полный Prius 2014 год. Красивый такой цвет, необычный. Цену мы не видим. Ну, вот видно, что человек не скрывает номер кузова. Ничего не это, не замазано, не оторвано. Чего-то филдеров-то вообще мало, да? Вот седан. Вот еще Prius за Prius'ом идет, да? Да. Виши. Виши. Ну, вот цен пока мало. Сцену пока мало. Субарики. Смотри, Субарик. Вообще, а, ну это чей-то. Это не продается на номерах уже. О, вот он. Давай посмотрим. Так, это у нас 17-й год. На туманках. Вот у меня туманки есть, но это уже здесь доставляли. Передний привод, полторашка, 17-й год. Здесь... Здесь цена не указана. Малейте. Ну, они все, они, знаешь, они летом на зимней резине идут. Зимой на летней, блин, как это. Закон подлости. Странно, здесь наклейки, по-моему, должны быть. Сзади. Если я не ошибаюсь. Вот у меня есть Королла Филдер. Откол это. Ну, короче, с этими, с нюансами. Бывает. Что, пойдем дальше? Не, это передний привод. Тоже 890, да? Да. Сейчас как? Не, ну вот этот, я не знаю, как бы... Я дешевле купил на 40 тысяч. Ну и по состоянию, мне кажется, получше у меня. Не, можно поискать и здесь. Можно поискать дешевле. У меня торт никто не отменял. О, при курилке, да? Да. Это зимняя движуха. Ну, тут смотри, льда маленькая, кому-то не повезло на стояночке, да? Есть лед. Видите, как этот снег прошел такой. Ну, был как-то один из сегопада. И до сих пор лежит. То есть он ледкий, враги. У нас, да, у нас вообще не прокатит на летней резине. Вот так кусок асфальта такой не найдешь вообще нигде. А, не, с левым рулем. Я думал, это он грузер же новый, да? Да. Прикинь, я думал, сначала перепутал стороны, думал с правым рулем. Вот бы я офигел, а? Но тоже, тоже это интерес. Говорят, его перестроили вообще по-новому, да? То есть стала вообще другая машина. Тебе как, не интересны такие? Крузаки, да, если честно, не очень. Стоит. Тут вот ходовку можно посмотреть просто не залазить даже под него, да? Ну, тут все видно. Не, ну это вообще 10 миллионов по-любому стоит, да? Ну, где тут что-то в районе десяточки. Квартира на колесах. Ну, у вас тут квартиры дорогие, да, я слышал? Дорогая. Типа однешка 15 миллионов стоит, да? Не, в каком-нибудь таком элитном доме. Ну, так однешка будет сейчас стоить где-то миллионов семь-восемь. Не замерз ты, ничего? Да не, нормально пока. Вот давай жука посмотрим. Восемьсот пятьдесят тысяч, одиннадцатый год, получается, правый руль, беленький. Передний привод. А он передний привод, да? Ну, это на зимней резине, да, уже? Да. Ну, такая резина более-менее. Ага. Да. А вот, кстати, это сирена, да? Я такую летом хочу взять, на такое путешествовать вообще одно удовольствие, да? Это у нас Toyota Fielder гибрид. Вот видно камера заднего вида, зимняя резина. Уже колпаки нового какого-то дизайна, не такого. Ну, а нет, здесь тоже нет сзади наклеек. Может, я что-то путаю? Ну, а сзади на арках там. Получается, климат-контроль здесь, но руль не кожаный. Гибрид. Резина жирная такая, вообще просто, вообще зубастая. Туда голова, блин, влезет. Ну, вот серебристый цвет, мне больше белых они нравятся. Вот цена, девятьсот пятьдесят тысяч рублей, семнадцатого года. Пожалуйста, получите, распишитесь. Вот, смотри, это не новый кузов? PHV. Prius PHV. А вот Nissan Nismo Note, заряженный. Цена миллион сто пятьдесят уже. Есть все, пятнадцатый год. Такой весь просто красавец. Но это уже заниженная комплектация, это уже не это. Не про сугробы. Ну, хотя во Владике супер на таком гонять. Здесь сугробов особо нету. Ром, ну а горя-то снегопад был на днях, да? Да, это мелко. Это маленький снегопад. И у вас убирают хорошо, да? Или что, снег-то куда девается? Ветром вздувает в основном. Ветром вздувает? Ну, тот снег, который был, его раздуло. И причем поливали реагентами основные дороги. Наоборот, где-то сделали даже хуже, потому что как... Ну, лед такая... Реагенты я вообще не люблю, потому что от них это... Машина марается сильно. Морает и гниет. Да, просто вообще все закидывает. Я люблю, когда сухо, шершавенько, так знаешь. Что, туда пойдем или как? Да, давай, давай. Пройдем. Авторынок «Зеленый угол» уже 2022 год. Все, дубасим. Сегодня Старый Новый Год с 13 на 14. Реально? А я что-то забыл. Старый Новый Год. Преддверие от Старого Нового Года. Нормально сегодня. Встречу на трассе его. Ничего себе, тут вот эти тоже хорошие вот эти машины. Ноахи или как они вот эти? Ноахи, локсы. Те, которые свежие, там, по-моему, двигатель идет, как на Приусе, 1.8. И они идут переднеприводные. А, допустим, просто бензиновый двигатель, двушка, он можно взять выдовый. То есть лучше двушку брать, да? Лучше двушку, чтобы... Ну, все-таки автобус, я считаю, лучше выдовый. Ну, и помощнее все равно. Такая вон бандура здоровая, да? Ну, чтоб какая-то тяга у него была. Вот у нас еще один филдер, увидели. Тоже серебристые. Почему-то у нас, да, сегодня на рынке. Состояние... А, вот они, про эти наклейки я говорил. Смотри. На двух не было филдерах. На моем есть. Не, вот, подожди. Вот, видишь, прозрачное. А, все. Ну, типа, как антигравийное, знаешь. Они должны на всех быть, по идее. Но это... Что у нас получается? Магнитофон с экранчиком. Климата тоже нету, как у меня. Колпаки здесь чуть другие. Туманок нету. Но здесь под туманки уже место не круглое, а такое, треугольное. У меня, по-моему, круглое. А, ну, это 18-й год полный привод, да? Угу. Это 18-й год. Но цены тут, к сожалению, нету, чтобы сравнить, оценить. Вот, видишь, здесь сзади тоже она есть. Да, да, я вижу, вижу. Здесь на них многие внимания не обращают, но так, кое о чем говорит это все равно. Состояние арты. Что это? Ремонтировали или нет? Да, делали, не делали. Такой момент. О, еще один филдер. Так, здесь какие-то цифр куча, но тех цифр, которые нам нужны, нету. 18-й год, полный привод. Номер кузова, номер телефона, все есть. Но здесь вот уже вот она, на зимней резине. Вот это подарок. Здесь, а, это, да, это, видимо, еще рестайлинг дополнительный. Вот здесь видишь, с туманками. С туманками, но без климата также. Но здесь крутилки выглядят, в принципе, нормально, достойно. Не как комфорки. Вот отметка, что полный привод. Королла, филдер. Все четко. Нифига тут этих, сколько, да, одинаковых микроавтобусов. Просто штук 15, наверное, да? Да, целый ряд. Кто-то занимается. Тут все эти, долларовые миллионеры, кто так тачками занимается. Да, это вот так, возьми, да, каждая машина миллион, да, стоит. А может, пойдем где-нибудь здесь отобедаем, ты не знаешь, какие-нибудь здесь идти? Нет, по-любому покушаем, но... Я, знаешь, где, в Иркутске на авторынке был. Здрасте. А это у вас кафе, да? Там тоже похоже. В похожем дизайне. О, здрасте. А что у вас есть вкусненького? А, вот они, да? А вот фирменное блюдо, это бузы, да? Ну вот, значит, бухлер у нас. Это типа похлебка такая с мясом. Это позы бузы. Вот Роман рассольничек взял. Да, рассольник бузы. Это что, 260? И рассольник чуть подешевле, да, кажется? Рассольник, по-моему, 130 стоит, а каждая буза по 60 рублей. Ну, там, может, они еще за майонез накидывают, я не знаю. Чай 30. Да, чаечек с шиповником. Всего приятного аппетита. Да, спасибо. Здрасте. Ну, вовремя мы по этому берем. Потому что очередина собралась такая просто жесть. Honda Fit какого года она у тебя? Это 14-й год. А, это Рома поехал. 14-й год, полный привод, да? Полторашка, как ты уже говорил, да? Да. Колеса 195-е, чуть побольше. Самый практичный цвет, серебристый, да? Самый марки. Ну, что, полный привод, да? Гибрид, самая-самая основная. Основная. Ну, и она не на крутилках, не на комфорках у тебя? Не, они, по-моему, такие гибриды, они все идут уже на климате. Ну? Вроде как. Тут все красиво вообще, как... И кнопкой, ну, вообще все. А вот тут два бюджетных экземпляра, смотрите. Honda Fit, 9-й год, 650 тысяч, и 10-й год, 655 тысяч. Давайте посмотрим. Ну, фарки, конечно, да, уже такие, по-моему, дней. По-моему, дней. Серый салон, небольшие там прожженности есть. Но здесь уже не полный мультируль. Но хотя бы есть этот. Хотя бы климат-контроль есть. Потому что за такие деньги они могут быть и на комфорках, на крутилках. Все, конечно, моменты по поводу, там, аукционников. Это все надо проверять каждый раз при осмотре самостоятельно. Ну, и вот здесь такой, за 655. Здесь сидушка получше водительская. Но тоже на климате. Тоже на климате, но на колпаках, правда. И тут сразу, вот, как бы для сравнения, 745, 12-й год, Toyota Raktis стоит. Ну, конечно, Freed, он по-это, помассивней. Ну, вообще популярная очень машина. Вот такую тоже хочу. Этот, Honda Shuttle, очень нравится дизайн. Вот прошлый Shuttle, Fit Shuttle, он такой себе, если честно, не очень по дизайну. Хотя, говорят, вместительный. И еще кожаный салон здесь. Это вообще бомба. Сколько стоит? 18-й год, миллион сто, ну, миллион двести, короче. Вот тут аукционник, ашки, ашки, ушки. Ашки и ушки, и одна кашка есть. Короче, надо разбираться. Это, конечно, дизайн бомбовый у него. Она еще и гибрид, ну, просто, блин, ну, миллион двести уже. Уже лям двести. Такую цену уже можно сотреть и Prius свежий. Как тебе такая? Сузуки? Вот это вообще просто, ну, прикол. Я не знаю, я бы такую взял. За недорого. Я бы такую взял, покатался. И там, все, внимание, все тебе обеспечено. Если она недорого стоит, особенно. Это вот, считай, вот дверь, и все, машина кончилась. На автомате, кстати, здесь обычный автомат стоит, судя по всему. Я не удивлюсь, что она еще и выдумает. Судя по ручке. Блин, вообще четкая. Зеленые ручки. Парковаться хорошо. Отдельно стекло, смотри, видишь, открывается. И вот тут вот куча конструкторов стояла. Сейчас поубирали. Там дальше вот авторазборка. И вот дальше уже пошли именно разборки. Там кому запчасти или это, знаешь. А они, интересно, на дроме все выкладывают? Выкладывают, но бывает, дром же он тоже как бы требует деньги за вот эти объявления. То есть некоторые продавцы живут за счет постоянных каких-то покупателей. Поэтому, ну, вот кому запчасти мало ли нужны, чтобы вот конец зеленки проезжали и как упрутся в эти авторы. Да, тут все есть по машинам. Но я воздушный фильтр на свое уже купил за 172 рубля. Поэтому мне запчасти не нужны. А, о, бампера. Бампера. Бампер и крышку заднюю. Крышка, ага. Вот такие. Это надо на нохе возить такие штуки, да? Это на степовагоне. Да, ну что-нибудь побольше. Кузов чтоб был. Или хотя бы универсал тот же Филдер. Мне кажется, туда тоже влезет. Ну вот такая вот была вылазка на авторынок зеленый угол в этот раз. Филдера выгоднее, чем я купил, я не нашел. Остался, соответственно, доволен этой прогулкой. Доволен, что вот, допустим, Роман даже, да, местный житель просто взял, выделил мне там два часа, уделил там, списался, пригласил, походили, посмотрели, рассказал какие-то интересные вещи. Ну, это приятно. Все, всем спасибо за просмотр. Всем большой удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok